Архиепископ Арцистский во главе с председателем Украинской Православной Церкви 23.07 написал обращение к Патриарху Кириллу и всем членам Синода Русской Православной Церкви. В обращении было упомянуто, что Украинская Православная Церковь выходит полностью из подчинения Русской Православной Церкви. «Вы забыли о том, что, как и в России, и в Украине, есть ваши дети, которых вы такими и считаете, и благословили тех, кто сегодня их убивает», — написал архиепископ Арцистский. Более того, в обращении упоминается епископа и священника, который благословляет танки и ракеты, которые потом отправляются в Украину бомбить мирные города. В сообщении можно увидеть следующие слова. «Благословенная, в скобочках, вами ракета Российской Федерации прилетела прямо в алтарь храма в Святая Святых по Кафедральному собору в Одессе. Я понял, что общего с вашими пониманиями и Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Не поворачивается язык назвать вас Великим Господним и Отцом, потому что вы – Отец, который отдал детей своих на погибель и убийство». Мир вам, братья и сестры, христиане! Я благодарен Богу, что пусть постепенно, пусть даже так болезненно, но все больше и больше открываются глаза и приходят в сознание и сторонники Украинской Православной Церкви, и священники Украинской Православной Церкви. Понимая, называя войну войной, называя вот эту агрессию, путинскую агрессию, которая во многом не только, скажем так, сохраняет нейтралитет, а серьезно, активно поддерживает, пропагандирует глава Русской Православной Церкви Кирилл. И направляет фактически вот эти ракеты, благоставляя их, вот эти танки и солдат, убивать, братья и сестры, не только как бы другой народ, а тех же самых православных, братоубийственная война, в духовном даже отношении, не только как бы в плотском отношении, что украинцы и русские это славяне, но еще лучше, чтобы вы, христиане, которые находятся в Православной Церкви, Украинской Православной Церкви, выходили оттуда. Все равно те корни, они еще существуют. И лучше выходить не в Православную Церковь Украина, а ищите Евангельские Церкви. Евангельские Церкви, где прежде всего в основе стоит Новый Завет. Регистрированы, не регистрированы, например, там, баптистские церкви, 50-щие церкви, хотя лучше всего, конечно, чтобы была живая церковь, которая в точность старается идти по Слову Божьему. Духовного направления. И тому может нам, братья и сестры, нам всем, чтобы и христиан из Украины, и из России иметь правильное мышление, и сознание, и молиться, и не забывать, что прежде всего мы христиане. И искать прежде всего истину евангельскую. И те церкви, которые, еще раз говорю, идут, стараются идти в точности по Евангелию. Аминь. Подписывайтесь на канал «Любящий истину», основной канал, и также на канал «Любящий истину 2», где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь. 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 Продолжение следует...